Дружба 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 Под 써идесь Мы отражали тот материал, который, во-первых, заложен автором и хорошо проработан режиссером. Потому что в самом произведении очень много вещей, которые совпадают. Политических обстоятельств, надвигающиеся в фашистской Германии. Вместе с тем есть основная история, которую мы все же заложили. Это стремление найти себя в жизни через какой-то интерес. Все произведения Эриха Марии и Ремарка пропитаны болью за поколением, которое прошло сквозь ад Первой мировой войны, пережило глобальный кризис, моральное обнищание. На его романах воспитывались в 50-х, 60-х, а герои побуждали к действию и вселяли веру. В современной Украине немецкий писатель обрел новое прочтение, но остались по-прежнему неизменными вечные ценности жизни, любви и дружбы его героев. Это идея Юры Одинокова, нашего режиссера. Он очень давно хотел это ставить. Как он говорил, я не знал, о чем тогда ставить, о какой войне. А сейчас, к сожалению, сложилась такая ситуация в нашей стране, и он говорит, будем ставить о нашем, о своем. Это один из моих самых любимых романов Ремарка, поэтому я всегда знал, что из него можно сделать пьесу. Поэтому «Три товарища» давно себя отложил на постановку «На будущее». И, наконец-то, будущее наступило. Потому что мы также переживаем сложный период. Мы практически являемся свидетелями войны. Многие наши ребята с передовой возвращаются и испытывают те же ощущения, что и герои «Трех товарищей». Это тема возвращения ребят с передовой. Что их ожидает? О чем они думают? Их попытки приспособиться к этому миру и жить без войны. Хотя война навсегда с ними остается, внутри. Они все время о ней думают. Мы должны сейчас в большинстве своем ставить такое, чтобы люди понимали друг друга. Потому что здесь, в Киеве, война не ощущается. Она ощущается только тогда, когда идет парад, и только тогда, когда хоронят украинских солдат на Майдане. Тогда можно подумать, да, война же. Где-то идет война, а война, она в сердце, она в голове. Итак, спектакль «Три товарища» — это первое обращение театра к творчеству «Ремарка». Инсценировка этого знаменитого романа, по словам режиссера, это и попытка найти ответы на больные вопросы современности и возможность как для творцов, так и для зрителей окунуться в мир бесценных человеческих чувств. В центре романа люди, искалеченные войной, люди, которые переживают экономический, политический, личный, я думаю, кризис. Любовь на этом фоне особенно чувствительная, я думаю. Особенно остро светится в темноте. Как Ремарк писал, в темноте очень хорошо видно светлых людей. Зажечь себя, найти момент открытого сердца к своей любимой, надежности к своим друзьям, которые рядом — это основной мотив, это основное зерно. Ощущение дружбы, чувство любви, оно присутствовало на сцене, оно зажигает очень много. Спектакль «Франковцев» погружает зрителя в атмосферу событий межвоенной Германии. Экономический кризис, искалеченные судьбы и души людей. Трое боевых товарищей, прошедших вместе сквозь ужасы войны — Роберт Локам, Готфрид Лэнс, Отто Кестер — организовали мастерскую по ремонту автомобилей. Они молоды, энергичны и стремятся наладить свою жизнь. Но вернувшиеся с фронта, они, как и все поколение, оказались обреченными на общую историю, написанную войной. «Мы живем в эпоху отчаяния». Этими словами один из героев Готфрид Лэнс говорит о том, что прошло время великих и мужественных мечтаний. Торжествуют дельцы, продажность — нищета. Основной темой романа «Ремарка» является судьба потерянного поколения. И об этом рассказывает со сцены режиссер Юрий Одинокий. «Ты! Совершенно ты!» Но, тем не менее, спектакль, как и роман, все же о любви, которая и стала лейтмотивом происходящего на сцене. Здесь очень интересное сквозное действие, потому что в гарнире всех персонажей, скажем так, основная линия — это Роберт Локамп и Патриция Хольман. А она так и в романе немного призрак, она бабочка. Что такое любовь? Из чего она состоит? Из каких действий для мужчины? Я думаю, сквозное действие — это еще борьба человека и времени, борьба человека и каких-то понятий, которые очень простые. Смерть, скорость, романтика первых механических двигателей. Ну и, конечно, это неописуемая нежность Ремарка. Я думаю, что она такая чувственная и чувствительная. Это любовь вне времени. И в этом, пожалуй, такая загадочность этой всей истории с Ремарком. Драматическая, щемящая история любви. Жизнь Роберта катится под откос, он почти теряет почву под ногами. Но все обретает смысл, когда он встречает Патрицию, удивительную девушку. По словам Ремарка, она как призрак, мираж, мерцающая бабочка, осветившая собой путь Роберту. И тем печальней финал. Патп смертельно больна и умирает. Для исполнителей главной роли Евгения Нищука и Анжелики Савченко, для режиссера Юрия Одинокова — это и радость условного сценического творчества и одновременно драматизм реальной жизни. Здесь много совпадений, потому что Ремарк пропитан в этой истории личными драмами и ощущениями. У режиссера умерла мама, у меня, к сожалению, умерла жена. Мой герой теряет свою возлюбленную во время спектакля. Мы не делали каких-то умышленных вещей, оно все совпало. Случайно ли? Трудно сказать. Это философия потерь. Я думаю, у Ремарка он потерял мать. И у нас еще так случилось с Женей. Магия какая. Мы делаем как будто посвящение близким людям нашим. Когда мы работали, разбирали, говорили о том, что это не история Ромео и Джульетты. Это люди уже состоявшиеся. У него есть своя жизнь, у нее своя жизнь, у каждого своя история. И поэтому это рок, это судьба. Это доля. Герои Ремарка, несмотря ни на что, сохраняют в себе обаяние молодости. Их искреннее желание смеяться, любить, дружить, веселиться не может не очаровывать, убежденные творцы спектакля. В стране мрак и предчувствие фашизма. Но друзья вопреки тревогам верят в будущее. Самый рассудительный Отто, бывший летчик. Он из хлама собирает автомобиль, и безбашенная троица регулярно устраивает на нем свои безумные гонки. Риск, скорость, смех, азарт, качество присущее жизни, а не смерти. Этот особенный оптимизм Ремарка мастерски подметил режиссер и создал спектакль, в котором каждый исполнитель нашел отклик и в своей душе. Я чувствовал себя очень комфортно. Юра, он такой простой гений, простой. Он очень просто может отвечать на очень вопросы сложные. Он классный человек, понимаете, он чувствует все это сердцем. Он говорит о том, что у него болит. Каждая реплика идет изнутри. Мы сделали историю о трех друзьях, которые были не только друзьями в жизни, но они были на войне вместе, они были в окопе. Друг друга поддерживали, защищали, вытаскивали, спасали. То есть это совсем другой калибр отношений между людьми. Три товарища. Зеркие образы главных героев, созданные актерами театра имени Франко, подкупают зрителей, не оставляя равнодушными к перипетиям их судеб. Александр Печерица в роли Годфрида Ленца – балагур и оптимист. Но на самом деле это продуманный режиссером и актером ход. Маска, за которой скрываются горечь и страхи героя. И вот мы так договаривались, что если его не станет, вот этого света, этого юмора, то чтобы это было сразу заметно. Как бы мир стал чуточку печальнее, немного темнее без него. По-особенному перекликается сценическая жизнь трех товарищей и с реальной судьбой одного из актеров. Исполнитель роли Отто Кестера Андрей Романи вынужденно покинул родной Донецк и совсем недавно стал франковцем. Это было сложное, непростое решение, осознается артист. Но теперь у него есть не то, что три товарища, а целых тридцать три. И весь коллектив театра, друзей франковцев. Андрей Романи, он там работал. Он был в музыкальном театре Донецка, звездой. Более того, здесь Елена Хохлаткина играет Матильду Штольц. Она тоже из Донецкого театра. И театр Франко их принял, потому что к ним на землю пришла война. А они не разделяют те взгляды. И там не остались. Поэтому я приехал немного напуганный. Но после того, как я сюда пришел, и люди начали со мной общаться на какие-то личные темы, что-то обсуждать, делиться, приглашать на дни рождения, безусловно, мне было до слез. Очень приятно, как меня принимали франковцы. Мне вообще кажется, что с ними нельзя не дружить, не восторгаться этими людьми. Я до сих пор не верю, что такое вообще произошло, что такое возможно. Такой театр. Лучший театр. Я до сих пор не верю в то, что взагали отбылось, что это так возможно. Такий театр. Найкращий театр. У него даже какие-то часы были у Андрея. И он привез и говорит, давай я буду дарить. В сцене, когда он дарит часы Роберту Лакампу, то это будут такие из Донецка, вывезенные мои часы, за которыми я специально поехал. Какие-то вещи спрятал и вот привез. Это от отца моего подарок. На сцене минимум декораций. Все аскетично и сдержано. Барная стойка, ресторанная мебель, кровать. В глубине бесконечный коридор, символ связи миров и времен. Режиссер Юрий Одинокий и сценограф Андрей Александрович Дачевский создали метафоричный зрительный образ спектакля. Над сценой замерли в полете три автомобиля, подмигивая героям светящимися глазницами желтых фар. Они теряют самых дорогих, но дружба и любовь остается с ними навеки. Таков Ремарк. И таков театр. Это действительно миссия. Миссия не только этой работы, а в конечном итоге искусства. Миссия о чем-то напоминать, к чему-то побуждать, очищать себя, делать себя свое, сердце свои, поступки человечнее и ответственнее. Это не просто работа так показать что-то. Это момент побуждения к определенным действиям, к тому, чтобы мир становился добрее. Как восприняли зрители спектакль о молодых людях, в чьи судьбы вошла война, искалечившая их души? Лучше всего это почувствовали и оценили сами актеры, выходя на сцену и каждый раз заново проживая свою роль. Особенно в конце. Я помню, что спектакль довольно длинный. Мы думали, ну, здесь устанут или молчат. Молчат до самого финала. В финале они молчат. Как восприняли, не подошло, что? И потом овация, аплодисменты. Люди очень вслушиваются, пытаются услышать каждое слово. Когда они едва дышат, это ощутимо в зале. Ты чувствуешь энергетику зала. Я скажу, что иногда даже и не надеялись на вот такую реакцию зрителя. И даже я хотел пригласить своих друзей посмотреть спектакль. Администрация говорит, а нету мест. А уже на март нет мест. Все выкуплено. И это, мне кажется, для спектакля наилучший показатель, когда на него нельзя попасть. Тави – это самый лучший показатель, когда на него не можно взять запрошение.